Добрый день, уважаемые граждане Республики Казахстан. Меня зовут Белял Сергей, провожу консультацию по пенсионным обеспечениям, готовлю консультантам по пенсионным обеспечениям Республики Казахстан. Сейчас у нас 16 июня 2021 года и скоро наступает июль, когда женщины имеют право оформить себе пенсию по возрасту, потому что в 2021 году женщины выходят рожденные во второй половине 1961 года. Ну и кто не успел документы издать в прошлом году. Какие основные ошибки? Обращение за консультацией запоздало за месяц, за два, иногда за несколько дней. Люди обращаются, посчитайте консультацию, посчитайте сколько буду получать пенсию. Понятно, что я посчитать это смогу, но что вам это сделает? Подождите чуть-чуть и вам рассчитает пенсию уже государство. Если вы хотите, чтобы что-то исправить, нужно делать это заранее. Ну, как говорят, готовь сани летом. Правильно, да? То есть нужно готовиться чуть пораньше. Дальше вторая ошибка. Завышение обещаний государства мне должно. Хочу вас обрадовать. У нас не социализм. И Сталин уже, к сожалению, умер. Причем давно. Я вам скажу так, что так как у нас уже капитализм, то капитализм отвоевывает завоевание пролетариата. И поэтому государство у нас капиталистическое. Ничего не должно. Но у нас что первое, что второе, будучи коммунистами, стали капиталисты и уже борются с этим прошлым. Ну, потому что стыдно жить в обществе, которое может обвинить его в предательстве. Это завышенное обращение. Потом запомните, я вот всем говорю, запомните, пенсия это возмещение части потерянного дохода при достижении пенсионного возраста частично государству. Какой у вас был доход? Если был высокий доход, вам начислить пенсию пропорционально вашему доходу. Понимаете? Потому что сейчас превалирует у нас солидарная пенсия. У нас есть солидарная пенсия, есть базовая пенсия, есть накопительная пенсия. Но именно солидарная больше выплачивается, соответственно, просто пенсия это возмещение части потери дохода. Была высокая зарплата, часть ее возмещает. Маленькая зарплата, возмещает ее часть. Имейте в виду, что если у вас нет вообще никакого дохода, то за доход принимают минимальную пенсию. Это в этом году 43 272 тенге, чтобы вы поняли. Дальше. Нужны подтверждения трудового стажа вследствие смены старых кадров в сонах, не имеющих опыта работы в СССР. Понимаете? Вот когда мы берем свою трудовую книжку, мы видим там печати. И так как мы в Советском Союзе работали, мы знаем, как они в печати выглядят, где стоит герб, где стоит текст, что один трест, и внутри треста было несколько СМУ, ПМК и так далее. Это мы знаем. И те, кто раньше работал в сонах старые кадры, они это тоже знали. Поэтому как бы более благословно относились к записям в трудовой книжке. Теперь приходит молодежь. Она не видит этих печатей. Она просто не знает этих печатей. Поэтому начинает больше требовательно смотреть. То есть, если раньше название организации не было написано, даже штамп не стоял, но стояла печать четко читаемая, это признавалось. Но сейчас по новым правилам Республика Астан нужна, чтобы название организации было написано. И молодежь, которая приходит и начинает работать с трудовыми книжками, у них больше и больше вопросов возникает. То есть, они не столько требовательные, а просто без отсутствия опыта работы в Советском Союзе начинают предъявлять больше претензий к записям трудовой книжки. Ошибки при заполнении трудовых книжек, особенно в 90-х годах. Но вы знаете, что раньше в отделах кадров работали бывшие комитетчики, бывшие там милиционеры. То есть, было как-то все так достаточно неплохо работали до 90-х годов. В 90-х годах, когда пришла у нас анархия, то, соответственно, стали работать в отделе кадров, кто только не работал. Ну, передавали там секретарши, бухгалтери, и они писали, как понимали сами. Смотрели предыдущие записи и писали очень плохо. Иногда название организации пропускали, даты исправления постоянно, нумерация записей терялась и так далее. И вот это вот большие проблемы. Поэтому откройте свою трудовую книжку, посмотрите в 90-х годах, особенно для того, чтобы у вас не было сюрпризов, что нужна будет архивная справка. Дальше. Низкий казахстанский стаж вследствие пропущенных периодов при оплате ОПВ индивидуальных предпринимателей мелким малым предприятиям ИТО. То есть, раньше платили раз в квартал, раз в полугодие. Это нужно расшифровывать. У меня на канале есть видео, как исправлять вот эти обязательные пенсионные взносы в соответствии с постановлением правительства о порядке уплаты пенсионных взносов и так далее. То есть, это можно исправить, но это надо делать раньше. Потому что это вы должны пойти в сон, это вы должны доказать, если ИП уже закрыто, доказать вы ничего не можете, если то уже ликвидировано, это тоже надо искать. То есть, это большая работа. То есть, нужно что-то делать. То, что в правилах начисления, что если у вас начислена сумма более чем минимальное начисление пенсионных отчислений за календарный год, что это берется календарным годом, я не встречал, что это работает. Отсутствие обязательных пенсионных взносов в 98 году, как подтверждение стажа в 1997 году. Здесь, когда люди работали до 98 года, устроились в 96, кто-то в 85 году, но работали в 97 годовой организации и продолжали работать, да, то получается, что должны быть пенсионные отчисления с февраля 98 года поступать. У многих этого нет. Вы знаете, недавно я увидел выписку о пенсионных отчислений, первую за все время я увидел выписку о пенсионных отчислений, не считая свою. Где прям с февраля 98 года, февраль, март, апрель и прям без пропусков шло. Это вот компания Беккер. Первый раз увидел такую выписку, приятно было считать. Каждый месяц с февраля 98 года идут отчисления. Прям очень аккуратно, получил огромное удовольствие, считая пенсионные отчисления, работая с этой выпиской. Не у всех это есть, поэтому возьмите ваше пенсионные отчисления с 98 года и посмотрите, как у вас пенсионные отчисления защитились. Если у вас было место работы, где вы работали до 1 января 98 года и продолжали работать в 98 году, если нет отчисления, у вас большая проблема. Причем это не только ТО, это государственные предприятия, больницы, воинские части, предприятия крупные и так далее. То есть там вечно вот эта проблема. Но я в то время работал в аудиторской компании, которая помогала восстанавливать бухгалтерский счет, налоговый счет. Поэтому как бы у меня с этим проблем не было. Да, и сам я работал внутренним аудитором, поэтому свежий. Но люди всегда спотыкаются в этом сетях. Вот имейте в виду, что вот такие основные ошибки. Я вот провожу консультации и сталкиваюсь, как правило, вот именно с этим. Что я еще хотел сказать? Какие документы необходимы? Я всегда их выкладываю в этом видео, в том числе к этому видео. У меня есть видео, как выглядят документы, кто-то не знает. Причем люди постоянно путают. Что путают люди? Выписка о поступлении движения денежных средств вкладчика с 98 года. Они считают, что вот это перечисли пенсионные взносы и все, это и есть. Нет. Еще есть выписка о пенсионных отчлений с инвестдоходом. Там за прошлый месяц, за год неважно. С инвестдоходом. Есть только обязательные пенсионные взносы. Есть пенсионные взносы с инвестдоходом. Это разные выписки. Выписка, которую дает единонакопительный пенсионный фонд, она не нужна. Абсолютно это бесполезно. Нужна только одна цифра, сколько там у вас денег сейчас. А нужно именно социально брать выписку о пенсионных отчлений. Вот видео люди не умеют ни читать. И иногда не хочет. И мне, честно говоря, печально. Потому что много времени я этому посвящаю. Но люди почему-то не обращают на это внимание. Что посчитаем? Расчет солидарной пенсии. Расчет государства базы пенсионные выплаты. Расчет выплаты с ЕНП. Пенсионный аннуитет, если вы человека есть. То есть предложение пенсионного аннуитета и условно накопительная пенсия для рожденных после 65-го года. Вот кто после 65-го года и в 65-м году родился, пожалуйста, сейчас начинайте работать со своим трудовым стажем до 98-го года. Это огромная проблема. Поэтому желаю всех благ. Выложу контакты людей, которые помогают, которых я обучал по пенсионному, по консультации по пенсии. Обращайтесь в ваших...